Кто финансирует гражданскую войну на Украине? Запад. Если бы сегодня Запад не дал бы Украине ни копейки, нынешняя власть бы просто рухнула. Она не смогла бы ни выплачивать социальные обязательства, ни вести войну. У них денег в лучшем случае хватилось бы на что-нибудь одно. Либо на пенсии старикам, либо на стрельбу из орудий по Донецку. Пришлось бы выбирать. А так они могут себе позволить и то, и другое. Ничего нового в мировой политике не происходит. Всё то же самое. Если они деньги брали на русскую революцию 1917-1905 года, то почему мы должны верить в то, что они ни за что не взяли бы деньги на русскую революцию 1938-1939? На каком основании? На основании того, что они революционеры? Но это, знаете, не является гарантией их высоких моральных качеств. То, что революции кто-то оплачивает на сегодняшний день, мне кажется, будет отрицать только абсолютно наивный или абсолютно ангажированный человек. Ну, как мог произойти Майдан на Украине, если бы его никто не оплачивал? То есть десятки тысяч людей несколько месяцев находились в центре столицы, ели, справляли естественные нужды, пили, получали заработную плату и ничего не производили, кроме сотрясения воздуха и лозунгов. Кто это всё оплачивал? Сами, что ли? Я не вижу почему-то других Майданов, когда жизнь этих людей стала значительно хуже, а их детей забрали в армию, и часть из них уже погибла. Почему-то эти люди не пришли на то же самое место, не устроили новый Майдан. Почему? Потому что никто не организовывает и деньги никто не выдаёт. Так что революция сама собой произойти не может. Государственный переворот должен готовиться. И готовится он всегда внешними силами. Потому что для того, чтобы разрушить государство, нужны силы другого государства. Несколько энтузиастов не в состоянии это сделать.